Вот это две кошки здесь кушают, здесь три кошки живут, кстати, все три домашние кошки. Они до дома едят и тут едят, выходят. Вот пришла какая-то блядь. Блядь это не значит, что по мужчинам со слабым передком. А блядь это значит очень плохой человек. Блядью может быть и мужчина. Это и стукач, и додоносчик, и поподлое вот такое гнилое существо. Называется блядь. Так вот пришла какая-то блядь и растоптала своей ногой мемиски. Ну что им пожелать? Не пожелаю ничего никому плохого. А я желаю. Да, я христианка. Да, я знаю, что нельзя там проклинать людей, ненавидеть. Ну вот я такой же человек. Я тогда говорю, пусть мамаша твоя или же жене, там кто у тебя. В основном это, конечно, мужчины делают же, женщины. Это уже какая-то вообще извращенка, перверстная какая-то тварь. Делали, чтобы вот взяли со сапогом и распинали вагину твоей мамаши, дочурке или жене, чтобы вот оно вот так вот и приняло вот такой вид, как вот эти вот пасочки. Я, конечно, поставлю другую мемиску, но коль уже зоозащитники приняли закон о том, чтобы кошек и не усыплять, уличных невостребованных, потому что они себе хотят и деньги в карман класть, на костях зарабатывать деньги, потрошить их и выбрасывать, подыхать на улице. То надо ставить воду, нельзя без воды, без еды держать животных, для того, чтобы зоозащитная шашваль себе деньги зарабатывала. Ну, я им новую мисочку поставил. Сколько раз со мной придется, столько раз я поставлю. А потом мамашу в кустах найдут с разорванной пиписькой, и будет большая проблема. Охи-вахи, а за что нам? Зато...